Мария – одна из тех, кто попал в ДТП и отделался небольшими повреждениями автомобиля. В результате столкновения с другим авто на боковых дверях «Пежо» образовались царапины. В ДТП произошло вечерний час-пик на улице Крахмалёва. Ехала по улице Костычева и с прилегающей территории выезжала «Ниссан Кашкай» и, собственно, въехала мне в правый бок. Это был час-пик, 17.45, люди уже многие возвращались с работы. В районе 6 часов нам удалось дозвониться и вызвать сотрудников на место, и приехали они где-то в районе 12 часов ночи. Всё это время мы стояли на месте, сохраняли картину происшествия. Имея страховку, оба участника ДТП решили не разъезжаться, а всё оформить по правилам. Для этого пришлось запастись терпением. В машине был грудной ребёнок, маленький ребёнок, и я сначала запаниковала, потому что вообще не представляла, как разбираться с этой ситуацией. И на самом деле мы хотели сначала, я была готова просто уехать с места происшествия, но потом мы всё-таки взяли себя в руки, приехал муж, помог. Но 6 часов нам всё-таки пришлось посидеть в машине. Как объяснили сотрудники ДПС этой ситуации, когда всё-таки они приехали на место, я задала вопрос, почему там приходится так долго ждать. Они сказали, что всего две машины дежурят по советскому району. Для тех, кто дрожит своим временем, в закон об ОСАГО был введён Европротокол. И если в ДТП всего два участника, нет пострадавших, характер повреждений небольшой, виновные признают свою вину, то оформить извещение о ДТП можно самостоятельно. Для этого нужны бланки из страховой и знания, как правильно их заполнить. В интернете есть подробные инструкции. Те, для кого время – деньги, могут распечатать памятку и держать её под рукой в салоне автомобиля. Приоритеты отдаём тем водителям, которые оформляют ДТП сами, имея технические повреждения на сумму 25 тысяч и менее. Поэтому стараемся, если есть такие повреждения, уточнять у них и рекомендовать оформлять эти ДТП сами. При обоюдном согласии и составлении схем дорожных транспорта, если возникают какие-то проблемы, они вправе обратиться на любой пост или в любое подразделение ГИБДД для проведения дальнейшей проверки. И хотя Европротокол был создан для упрощения процедуры оформления ДТП, на практике это далеко не так. Мои знакомые столкнулись с этой ситуацией и возмещение ущерба было очень длительным. То есть здесь два варианта. Либо ждать подольше инспекторов ДПС, либо потом дольше ждать выплаты от страховых инспекторов. На форумах автолюбителей также много жалоб на страховые компании. Чаще всего выплат по страховке добиваются те, кто хорошо знает закон. Как альтернатива самостоятельному заполнению документов, есть ещё услуга аварийных комиссаров. Это частные правовые организации, которые помогают оформить ДТП и взыскать выплаты у страховых компаний. Нам даже не пришлось вызывать сотрудников аваркома. Они приехали быстрее, чем ДПС. Буквально через 10-15 минут сотрудник аваркома оказался на месте, предложил свои услуги, дал нам визиточку. Но мы решили пока воспользоваться. Пока решили всё официально. Нас сразу предупредили, что это будет стоить денег. Что я спросила, можно ли расплатиться за их услуги судебными издержками. Мы сказали, что нет, их работа оплачивается на месте по прайсу. В современных реалиях у автовладельцев, получивших материальный ущерб при мелком ДТП, есть выбор. Особенно если потери от ожидания госавтоинспекторов значительно превышают стоимость услуг аварийных комиссаров. А знание закона об осаге и правил дорожного движения существенно поднимет шансы на получение выплат по автогражданке. Александра Седачёва, Владимир Сидоров. События. Брянск.